Ребята, кто уже пробовал новый трендовый мейк этим летом? В общем, рассказываю. Называется Sunset Blush, и его очень легко повторить. Вам понадобится ярко-розовый румяна и хайлайтер. Наносите румяна, как и обычно, просто на яблочки щек или на скулы, кто как привык. А сверху над румянами просто чуть проходитесь хайлайтером. И тщательно все растушевываем. Вот и все. По цвету выбирайте оранжевый или ярко-розовый румяна. Я нашла для вас идеальный на мегамаркете. Там сейчас действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами на товары из категории красота и уход. Например, я выбрала себе румяна и хайлайтер за 2765 рублей. И мне вернется еще 1081 бонус с верспасибо. Этими бонусами потом можно оплатить до 99% от стоимости следующей покупки. На них закажу себе новую помаду. Очень выгодно. А вы по промокоду МЕГАУГОД получите еще и дополнительную скидку в 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Все подробности будут в описании. Делайте покупки на мегамаркете и экспериментируйте со своими образами с выгодой. Ребята, всем привет! Я сейчас начну с распаковочки. Я забыла, что заказывала! Аня, не трогай камеру. Аня! Аня! Не надо! Иди сюда быстренько! Давай смотреть! А-а-а! Это что такое? Это что такое? Ничего! Альпака! Привет! Привет! Обнимаешь его! Мне пришел заказик как всегда из-за границ из Турции. Я заказываю через Байера всякие штучки для Люды. Одежду в основном. Ань! Ань! Ну, вы сюда! Анютка! Иди сюда. Ты этого не хочешь пообнимать? Посмотрите, иди сюда. Аня! Она уже ходила у нас. Но я рада, что я ей записала на влог. Она у нас один раз сделала пять шагов. И вот сейчас она прям на камеру сделала шажочки. Ей записала. Лег буду потом пересматривать. Я заказала кучу всего, как обычно. Что-то миленькое, что-то нужное, что-то ненужное, что-то на вырост. Сережки, украшения. Себе даже что-то брала. Так что давайте распаковывать. Надеюсь, вам будет хорошо видно. Ань! Давай, вместе. Так, вот это я заказала нашим друзьям. У них недавно родился сын. Заказала комплект. Не буду его распаковывать, поскольку, ну, хочу, чтобы он к ним пришел закрытый. С динозавриками такая новенькая коллекция. Ань, вот это тебе. Заказала вот такое вот полотенчико, типа как пляжное, поняли? Можно было бы, например, на даче в бассейне искупаться. А потом мама возьмет, Анечке полотенчико закутает. Вот такой полотенчик с мороженами. Ань, тебе детские очки заказала. Ань, завтра 11 месяцев. Сегодня должны привезти тортик, который мы должны снять в видео, как мы обычно делаем. О, хорошо, хорошо, хорошо. Практически идеально. Дай, 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 дай. Ну-ка, 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 секунду. Дай, хоть покажи, хоть покажи. Круто, круто. Все. Опасная штука. А, тут я заказала себе какую-то цепочку, какую-то ракушку. Я же теперь у вас смодлица в украшения ношу. Тут какие-то сережки, но это я вам потом поближе покажу. Так, то, что мы уже распаковали, будем откладывать. Потому что это у нас будет софт-стирку. Это подарок. Вот такие сережки, не знаю, не обо мне. Сегодня, получается, 5 июня. Вот. Аня сегодня сделали две прививки, две ноги. Она долго плакала, но не от боли, а потому что она прям... Короче, чем ребенок старше, тем для него это все неприятнее, потому что он может обидеться, сильно расстроиться. Знаете, такое вот именно... Потому что, чем малыш младше, ну, как бы неприятно, но все, быстро забывает. А сейчас, аняку, я, конечно, все долго помню, такая злопамятная. Вот такая вот, вот этот комплект. 86 размер. Нифига себе, там, видите, потому что шахту закрылось. И вот такие шорты. Это комплектик на вырост. Получается, я думаю, что как раз будем носить... Ну, дать, при этом, такое, как, дайте, вечерняя прогулочка. Сейчас Аня носит 80 размер, но я ей часто одеваю 86. И в нем ей, конечно, тоже очень комфортно. Ничего не жмет, и так далее, и так далее. Ой, так, а это, по-моему, для взрослых. Это мое. Аня тут все шурчит, шурчит. Заказала себе вот такую пуделку из Зары. Просто обычная такая, знаете, на каждый день пойти с ребенком куда-то. Это футболка у нас. Это тоже какая-то обычная футболочка. Вот такая, легенькая. Но в таких обычно просвечивается лифчик. Раньше, ну, я и сейчас, правда, без лифчика, но раньше я прям часто носила лифчики. А после рождения Ани перестала как-то. В смысле, раньше я не носила лифчики часто, а сейчас чаще ношу. Ай, да! Тут даже башмаки есть. Давай, раскладывай быстренько, доставай все по полочкам. Вот такой комплект. Такая кофточка. Это тоже 86 размер. Вот такие штанишки. Мне очень нравятся такие комплектики. Оно ей сейчас такое прям большое, поэтому пока не будем. Вот такое платье заказала себе. Хочу померить. Ай, не надо туда ходить. Я себе еще пуфи заказала. Надеюсь, норм. Ну, если мне не понравится, всегда найду кому отдать, подарить. Тихо-тихо. Интересно, она не может, кстати, пойти к мультику? Ну, настолько сильная у нее тяга. Вставай. Вставай, вставай. Вставай. Ой, ой. Заказала вот такое платье. Мне кажется, оно должно быть прям прикольным. Хочется его померить. Вот слабый, ура. Хотя мне кажется, оно у меня моло. Вот такое, что я волнуюсь. Я заказала себе еще размеры ПСС. Папа пришел. Да, Анечка. Нет, я думаю, норм нужно вот. Девочки, мальчики. Я снимаю распаковку из магазина. Что ты сказала? Я снимаю распаковку. А как тебе распаковать вот это? Что? Вот это. Что? А, как мне распаковочку? Зай! А что он открытый? Ну, так, паленый купил. Все лучше для своей любимой. Привет, сладкий мой. Не, он открытый, потому что я стекло устанавливал. Ты стекло наклеил? Да. Сюда? Да. Не видимый. Да. У меня продавец хотел еще на 2,5 тысячи на Бубеннике. Я ему сказал, чувак, ты вчера мне обещал это бесплатно. Он такой, не может быть. Я говорю, да, может быть. Девочки, у меня новенький айфон. Как тебе цвет? А какой он? Не черный? Типа черный титан. А у меня такой. А у меня такой. Что они одинаковые. Ага, но только у них это, рамочки, видишь, чуть-чуть другие. Да. У него этого глянцевая, а у этого матовая рамочка. А тут нет никакой клеенки? Клеенка тебе нужна? Ну, наклейки. Нет. Крутяк. Спасибо. Короче, я думала о том, что было бы неплохо, чтобы у меня появился новенький телефон, и чтобы у меня их было два. Вот, Аня тоже здесь наклеил стекло. Аня бы тоже купили дорогие ганджет. Чтобы это безопасно было им удаваться. Ой, уважение мало. Что, дорого? Дешевле, чем в этом, в видео там или где-нибудь. Круто. В истории вообще ценный космос. Там вообще жесть какую наценку они делают. Кстати, это есть. Да, и эти чуваки тоже наценку делают. Ну, он так поугарал, типа, надо мной. А я говорю, у вас у конкурентов там подешевле, типа. Ну, он понял, что он лоханулся. И давай, короче, мне это, типа, рассказывать. Он говорит, вот, типа, вы знаете, где эта вкусная клубника? Он говорит, а я вот, типа, вам не скажу. И никто вам не скажет. Типа, что это? Что, я так понял, что они все дурят. Все. Все поголовно. Все эти перекупы. Все в магазины. Где они их берут, по какой сумме, это одному богу известно и им. Слушай, всегда мы там... А нам они продают с маржой процентов 30-40 сверху. Ну, все равно дешевле, чем в какой-нибудь Ресторе. В Ресторе вообще там, наверное, маржа 100% сверху. Там, блин, Ресторе айфоны стоит по 200 с чем-то тысяч. Он мне чехол дал. Чехол стоит 2600. А это сколько стоит? А это 2500. 2500 это дешевый. Ну да. Айфон уже вообще... Но он не оригинальный, да. Слушай, у меня вообще вот этот чехол с Valve и все заряжалось в машине. Слушай, Аня прямо на блог взялась и сделала шаги. Ань, давай, иди. И конечно, конечно... Такие шорты и эйджик. У айфонов теперь такая зарядка? Ну такую положили. Почему? Выгляды одинаковые. Покажи. В смысле не подходят? Что это такое, ты говоришь? Нет. Нет, это разные корни. Почему? Суд обязал класть в коробке более-более универсальный провод. Типа, чтобы, ну, можно было заряжать любым проводом, а не только Apple-оским. Вот. Теперь они изменили опять вот этот вход на более универсальный. Ничего прикольного. Что прикольного там? Что за бред вообще? А если... Вот я в компании оказалась, на даче оказалась. Ни у кого такого провода нет. И что мне делать? Если у них андроиды, у них, например, может быть такой провод вообще-то. Это бред. У кого андроиды? Напишите в комментариях. Да нет, я знаю, что много у кого андроидов. Просто что за чушь? Ну, просто уже пятнадцатый и шестнадцатый будут выходить уже с таким входом. Вот и всё. Слушайте, как классный опыт. Нужно просто принять это как факт. Я бы сейчас купил тебе это... Придётся третий день ехать, да? Да нет, я третий день уже не выехал. Ладно, я всё равно на него так сразу не перейду. Я в шоке. Просто в шоке, что на пятнадцатом другой вход. Да, это бред. Классно. Такие шорты, Аня. Вот такая милая футболочка. Восемьдесят шестого размера. Ой, слава мне, просто ты меня ошарашил, а потом огорошил. Сначала я тебя обратно, а потом расстроил. Вот такие у меня были эмоции, Аня. Так, вот такие милые классные трусики. Ангельке пришли. Их можно на подгузник, а можно даже и без. Прям, чтобы ребёночек уходил. Давайте посмотрим на шлёпки, которые я заказала. Ой, они ещё очень дубовые. Мне кажется, это супер неполезно для ноги и неудобно. Просто хотела какие-то симпатичные летние шлёпки, но не чтоб как шлёпки вы видели, которые можно... Чё ты ржаешь? Чё за жесть? Чё за жесть-то? Это бабушка. Ну нет, выглядит симпатично сверху, например. Я хочу, что я ещё тридцать девят взяла. Показываю вам. Ну да, вообще странно. Так, вот это я заказала тоже для наших друзей, для их малыша. А тут комплект, по-моему, два костюмчика. Или даже три. Да, здесь три костюмчика. Вот таких вот миленьких. Вот. Хочу им отправить сюрпризик такой. Всё, что касается детей, мне очень нравится. Всё такое, малышам заказывают. Ну понятно, я обожаю всё Анюточки заказывать. И друзьям, у кого малыши, тоже всегда хочется какую-нибудь милость. Ой, какая классная футболочка. Очень классная качество, она такая тянется. Это тоже 86 размер, она и сейчас будет большая. Зато очень комфортно. Так, это на стирку. Ещё заказала вот такое платье. Блин, я голодная, ужасно. Просто. Супер милая там. Через две недели мы вылетаем на море. Но мы ещё не взяли билеты, но нас уже ждёт один отель и другой тоже. Вот мы должны скоро услышать какое-то подтверждение и вообще. Вот такое супер милое и классное платье для Анютки. Мне очень нравится, супер. Слава укладывает Аню спать. Она, конечно, животка нервная. Господи, ну что это за жесть вообще на улице? Мы уже третий день выходим просто на улицу с ребёнком гулять. Начинается дождь. Десять. Блин, я сейчас голоду помою. Покушать хочу. Аня, если ты сейчас туда пойдёшь, то я тебя не знаю что. На. Я всё, я когда-нибудь сниму это там с Зоей. Я его снимаю уже сто лет. Надо было просто всё это раскрыть и ничего не снимать. Да. То гроза, то ещё какая-нибудь ерунда. Я прибегаю на балкон, Слава там Аню укачивает. Понятно, у неё там на лице всё ясно, что она испугалась, конечно же. Но она быстро успокоилась, слава богу. Вот такой вот боди. Ну это точно мне будет по размеру хорошо. Я заказала, причём размер S. Мне даже кажется, что всё велико будет. Ну нет, типа не то, что велико, но просто мне хотелось, чтобы было так прям в обтяг. Не, я думаю, будет супер. Потом посмотрите, у меня находочка. Ну гроза была просто шок. Вы слышали? Я вообще офигела. Страшно. Я видела какая-то новость, что в человека недавно молния прям ударила на улице. Вот прям буквально, не знаю. Ну это даже не то, что новость. Это кто-то мне в телеграм написал комментарий, в чате. Я просто за новостями не особо слежу. И в новостных пабликах тоже не сижу. Может это, конечно, не очень хорошо. Ну вот я что-то такое, знаете, что-то у меня доходит, я это, конечно, вижу. А так вот прям специально сидеть, новости какие-то читать, искать. Я так не делаю. Вот такая вот подвесочка длинная. Вот так выглядит. Ну не знаю, вроде ничего. Ну так, типа обычная финтиклюшка. Ничего особенного. Вот такие очки. И вот такие сережечки мне понравились. Ну не знаю, буду ли носить, но мне кажется, прикольно. Так, теперь посмотрим, что здесь. Там все понятно. Тут я в зале еще заказывала всякое. Все-таки это все H&M был. Это что? Штаны. У нас есть точно такая же кофта. Почему-то я их заказывала отдельно, друг от друга. Я вообще, может, не видела, что были такие штаны. Но, в общем, заказала комплект. Так что у меня теперь есть вот такие штаны и кофта. Я думаю, она в этом 18-12 месяцев написана. Ой, 12-18. Я думаю, что ближе к осени даже она в этом сможет ходить. Так, вот такой классный комбинезончик тоже. О, туфли Зары. Класс, я и добыла, что заказывала. Вот, надеюсь, они меня порадуют. У меня на них все ставки. Вот такой комбинезик классный для Анюты. Думаю, будет очень некомфортно в нем. Аня уже сплаковала. Ой, это вообще, что за интересность. А, наверное, эти трусы можно отрезать. Короче, вот такие трусики, ну, типа на подгузник, например. И вот такое платье получается. Короче, это все тоже на стирку, понятное дело. Ух, семья какая! Это уже маме. Не знаю, куда я в таком пойду, но мне захотелось вот такую блестящую историю себе заказать. Не знаю, видно ли вам что-то. Тут какие-то висюльки, я даже не знаю. Стирать это, мне кажется, очень опасно. Поэтому я ее стирать, наверное, даже не буду. Не, она пишет 30 градусов, наверное, какая-нибудь деликатная. Вот такую футболку себе заказала полосатую за чем-то. Уже вторую. Чем-то она мне понравилась. Заказала себе. Странный заказ я сделала. Шорты и юбка в размере М. Понятно, что на эти шорты странно верят. Ну, если на эти, мне оно как раз. Блин. Кому-то про дам, а дам. Ну, я потом еще получше померяю, но почему Эва, интересно. Нужно я Эва заказала. Ладно. А, вот еще кукольки симпатичные. Очень надеюсь, что они меня порадуют. И будут отличным дополнением к моим настроениям. Итак, одна пара выглядит вот так. Вторая пара выглядит вот так. Я вообще такую обувь не люблю и никогда такое себе не покупала и не ношу. Мне решила попробовать, потому что, мне кажется, выглядит это очень красиво. Вот эти мне нравятся. Да и эти нравятся. Вот так это выглядит сверху. Мне кажется, симпатично. Это я пробую, тестирую хатбук. Вот такой здесь бардак, который мне предстоит убрать. И следить, чтобы ребенок не сожрал сережки. Вот такая сука. Вот с этими тапками вообще супер. Она просто миленькая. Так, слежу за тобой, я слежу. Понятно, что не следимая, но я вообще добавлю стрелы. Но мне кажется, она довольно-таки прикольная. Такая, типа, из скатерти как будто из какой-то. Да, нормалек. Море поехал, сюда что-нибудь тоже накидал. Ну, летом, летняя такая, конечно. По объему прикольная. Сюда как раз можно, знаете, даже если куда-то с ребенком, поместятся подгузники, водичка, очки, какие-то игрушки ребенку. Ну, немного, конечно. Вот так вот носить. Здесь у него максимально нервная. Вообще такой нервный былая участок, к сожалению. Посмотрите. Я уронила бутылку. Она у нас стеклянная была. И она разбилась на кучу миллиардов осколков маленьких и на большие. И тут теперь, я не знаю, вообще какая уборка нужна. Сегодня хороший день. Сегодня Анюке 11 месяцев. Да, и нам, с тобой, как родителям. Через месяц ей будет ровно год. Да. И еще самый сегодня хороший день, что мне больше не придется каждый месяц стоять и у нас. Да. Готовность. Ой, телефон-то я не поставила. Сейчас вы узнаете, как снимаются эти шикарные риллы. Пирожки, попирожки, грибли-грабли-бун. Так, Аня, ты готова? Так, только без сосуни. Без сосу... Бум. Типа, ты че, мать? Да в какой сосуне? Я нарядила Аню в грязное, вонючее платье, прямиком из другой страны. Да. Б-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Ноги на вас, нет? Так, с какой стороны седа ты стоишь? Да? Да я могу и с той, с этой же не обществе. Нет, скажи, с какой ты обычно стоишь? С этой. Нам подальше надо стоять? А, нет, нет. Аня, ну ты, кукелька. Так, готова? Сейчас ее выключить. Аня, не радуется. Мы терялись, что уже. Не волнуйся, Танечка. Тортик, покажи хоть один из вместе. Вот ближе, франция надо будет. Готова? Подожди. А, зашибы, не забыли. Ань. Пойду я посмотрим вкусно? Давай еще. Ань, нет, нет, мы не в это играем, мы смотрим сюда. А что, торт не будем играть? Иди поближе. Что, где я потребую? Чувствую она улыбается. Ну что, подожди, тортик сейчас. Подожди. Аня не в настроении. Я вся потная, замученная, уставшая. Аня поковырялась в торте, даже не стала его пробовать ради интереса. Ну и ладно. На улице дождь с грозой. Слава тоже весь на нервах, уставший, замученный. Я еще и голодная, я думаю, Слава тоже. И вспомним Рилс. Ну что, будем торты есть, Ань? Конечно. Хоть какой-то плюс. Вот этот день, шестое число, когда я родила, да? Я, правда, не каждый месяц рожала, но всегда такой напряженный. Я тоже, если честно, рада, что когда не исполнится год, мы уже не будем придерживаться этой традиции. Каждый месяц заканчивайте декорты. Это прикольно, класснее для воспоминаний, для видео. Но я так устала, что в этот день мы каждый раз все на нервах, все злые. Аня обязательно в плохом настроении. А ты вообще? Не, я вообще, я не то, что в плохом настроении, я просто халка, рвать, метать, ломать, лопать, взрывать. С кайку? Да, по чайку. С кайку. Вот такая вот у нас сумасшедшая семейка. Безеленная? Да, зеленая. С бергамотом. Не знаю, в итоге, что у нас получилось, там снять какое-то видео нет. Потом я пыталась снять на видео, как у нас Аня делает первые свои... Ну, не первые, но, короче, как она ходит, хотела вставить в видео. Это и для нас хорошо для памяти, и для видео хорошо, классно. И заодно люди поздравили Аню с тем, что мало того, что ей 11 месяцев, так она еще и пошла. Почему ты не ставишь то видео, где она ходит? Ну, просто она не очень получилась. У нас есть записанные ее первые, реально первые шаги. Сейчас вам это видео даже сюда поставлю. Беги! Давай, два беги. Давай, бум, бум, молодец. Пошли, пойдем. Пойдем, пойдем. Молодец. Оно классно, потому что там реально, во-первых, первые вау-эмоции настоящие, искренние. А во-вторых, она там хорошо прошлась, но мы там сидим такие все. Я вообще вот такая ненакрашенная, вся в ближайке. Ну, знаете, типа непрезентабельная. Ну, как он пофиг, с одной стороны. Вот, я хотела сделать более красивое видео сейчас. Я же знаю, что она уже может сделать шажочки свои. Я хотела, чтобы она чуть-чуть прошлась и, ну, да, нарядная именно. Я бы это вставила красиво, а она не хотела сильно ходить. Так, мы сейчас думаем, что это медовик. Надеюсь, что он не сильно растаял, пока мы тут все это снимали и фильме и что-то далее. Аня сбросилась, счастливая с печеньем. До этого ее мучили ее родители, ну, точнее, мать Слава говорит, что ты не учишь ребенка, что ты не учишь ребенка. Окей, может быть, я и мучитель, но потом вот эти типы мучения, ну, сняться для видео, пофоткать. Я хотела, чтобы Аня улыбалась на видео. Да, это звучит кринжово. А сейчас какая-то мамочка напишет, «Все, ребенок, не повезло родиться в семье блогеров». Знаете, потом этот ребенок вырастет и будет кайфовать, что есть такие видео, что есть такое воспоминание. Она даже не вспомнит то, что мама ее просила улыбнуться на видео. Или что-то там наряжала не так, как ей хотелось. Да, скажи, что не права? Права. С днем рождения! Мама на это. Вы можете улыбаться! Мне жарко, ерунка. Ой, что это? Ой. Тебя люблю, моя кукелька. Привет, ребята! Сегодня мы с вами уже виделись. Сегодня шестое. Одиннадцать месяцев Анютки. И вместо того, чтобы провести день с ребенком, пойти с семьей в ресторан, мы ее выкидываем в мусор, оставили Аню на мою маму. У Ани какой-то сейчас кризис. Она очень нервный ребенок. Плачет что-то такая вся. Я очень долго выходила. Короче, не люблю такое. В общем, угар в том. Мы заказали еду. Типа обед. Я решила выпить бокал вина. Потому что я, если честно, что-то такая прям вообще уставшая. Ну, не знаю, как это правильно объяснить. Да не то, что уставшая. Просто хотелось немножко... Ну, выпить, да? Начала искать какое-то слово другое. Я выставила сториз, где просто показываю, что Анютка ест. Говорю, вот я решила выпить типа бокальчик вина. Расслабься. Сегодня такой тяжелый день. Я разбила бутылку, куча стекла. Все это надо убрать. Моя мама пишет... Я даже это сейчас прочитаю. Она мне пишет... У тебя все нормально? Я сейчас уже выходить собираюсь. Ты там что пьешь? И смайлик вот этот. Я в сториз. Уставшая, замученная. Жизнью погодой. Мне жарко. На самом деле, все ок у меня. Я высыпаюсь. Мы скоро поедем на море. Ну, типа, у меня вообще проблем реально нет. Слава Богу, Господи, спасибо. Но иногда просто такие дни, когда вот, ну, как гормональные, знаете, хотя у меня точно все ок, у меня только наоборот дела закончились. И, ну, даже не знаю, просто звезды как-то так сложились, что я вся злая, нервная, потная, жарко мне. Вот ненавижу, куда жара. Вот что я поняла. Еще я была голодная. Еще это стекло. Короче. Я разбила бутылку. Все это надо убирать. Слава там пылесосил убирала. Аня все на нервах. У нее вчера были прививки. Она много плакала. На руках только спала. Без меня вообще никак не хотела, не могла. Жара невероятная. Мы сегодня даже психанули и заказали вентилятор. Вот. Чтобы у нас дом был вентилятором. В других комнатах. Потому что у нас только один кондиционер. Так, короче, я решила выпить бокал вина. Выхожу в сториз. Говорю, вот решила выпить бокальчик вина. Что-то так устала, захлебалась. Ну, сижу такая, знаете, вот такая вся в расслабоне. В расслабоне. А в розаторце заеб... Короче, мама подумала, что я тут бухаю, как не в себя. С ребенком дома. Что с ребенком? Почему я бухаю? Такая, знаете, как будто бы это, ну, то, что я обычно делаю. Нажираюсь в слюни. Не пойми, что вытворяю дома. Мама приходит с баночкой супчика для Ани. И говорит, вот, я тебе принесла супчик. Для Ани, а то ты не пойми, чем ребенка кормишь. Я говорю, точно. Она говорит... А, она пришла? Красная супа. На ее сообщение... На ее сообщение я ей ответила с Валик вот такой. Я ей, конечно, хотела написать, но думаю, ладно, промолчу. Она приходит, я говорю, то, что... Ты решила, что я тут слюня нажралась. А то, что... Я говорю, если бы я не вызвала то, что я выпила бокал вина, ты бы подумала, что я просто... А еще угар то, что мы сейчас идем такие по дороге, и просто шик мимо такой проходит, и на мою камеру говорит, типа, это что за демон? Так тебя... Как тебя? Дижай и Осмо Поке 3 еще никто не называл. Я выпила бокал вина. Он ничего мне не дал абсолютно, кроме, наверное, знаете, вот в голове мысли о том, что я выпила бокал вина, и расслабилась. У Карины во влоге одна девочка, какая-то супер-пупер-мать, которая педагога, вообще талантища, просто воспитала миллиард детей, подняла их просто, не знаю, что вундеркиндами их вырастила, осудила нас с Кариной, то, что, типа, вот, одна закончила грудное вскармливание в год, ну, типа, Карина, а другая... А потому что я хотела, чтобы пришли скорее, ну, месячные, а другая ради того, чтобы бухнуть еще до года, ну, типа, про меня. Нет комментариев. И в этом же сообщении, в котором она нас осудила с Кариной, пишет то, что, типа, каждая мама сама решает завершить грудное вскармливание, но при этом нас осуждает о том, что мы там в какой-то момент решили завершить грудное вскармливание по разным причинам. Я считаю то, что Карина кормила Монтика, там, по-моему, в год и месяц, что ли, или год она завершила, я точно не помню. Я считаю, что это даже too much, ну, в смысле, то, что она прям молодец, потому что я рассказала, что у меня были мысли, а вдруг так будет, что Аню потом не смогу отучить, если она будет постарше, и все, как бы уже будет понимать. Вот, ну, короче, вообще, я считаю, она очень хорошо покормила, да и я тоже вообще супер-пупер покормила. Да и вообще, о чем вообще спор, о чем мысли? Есть женщины, которые не кормят, потому что просто тупо не хотят. С этим я, конечно, не могу согласиться, сказать, что Валда молодец, но, опять же, это все равно выбор женщины, и хочет, пусть не кормят, какая разница. Мне-то уж тем более. Вот. Я вообще считаю, что ссывать нос, ну, если бы она была клевой такой, девчонкой, которая просто хочет что-то посоветовать, знаете, ведь посоветовать тоже можно по-разному. Я приеду девушку, которая комментарий оставила. Там еще какой-то педагог, психолог, типа, с детьми, с детьми, я, ну, какая-то вообще супер-пупер про себя рассказала, расписала, хотя откуда вообще я должна явиться. Если бы она хотела нормально просто дать какой-то совет, подсказать, чем-то помочь, она же могла написать как-то по-другому, типа, девчонки, там, туда-сюда, вы, конечно, сами решаете, ну, вот я знаю, там есть такая информация, может быть, кому-то будет полезно, просто вот прислушайтесь, либо забейте, вот узнаете такую вот инфу, потому что я такая клевая, классная, у меня есть какое-то образование, я что-то понимаю, и у меня там есть опыт, но нет, она так написала, она так написала, что я даже ответила, типа, следите за своим ребенком. Иди нахер, ну так вот. Не знаю, как там дела у Ани, надеюсь, нормально, они собираются пойти погулять, мама, так сказала, перед нашим выходом, Слава берет кофе, у меня мало процентов, ехать нам 100 лет, кофе делаю 100 лет, короче, я вся на нервах, а как вы могли догадаться? Аня там что-то орать начала перед нашим выходом, ну, как я уже сказала, у нее вот реально как будто бы все, скачок роста, зубы, вот эти вот вакцины, которые мы вчера сделали, я об этом тоже поделилась в Телеграме, мне написали, то, что мы портим иммунитет ребенку этими вакцинами, но тут как бы вообще комментировать не буду, в том плане, что каждая мама сама решает делать прививки ребенку или нет, и я, кстати, по-моему, особо прям так на эту тему открыто много не разговаривала, ну, понимала, но не остро эту тему, мы делаем все прививки, все вакцины, вот, хотите, вы своим детям можете не делать, но я считаю, что обязательно надо делать, у меня есть знакомые люди, кто мне рассказывал истории про деток, которым вообще никакие прививки не делали, и как они болели, и заболевали тем, от чего как раз таки эти прививки делают, и, ну, это как бы очень страшно на самом деле, я, как решила, мне все прививки, вакцины ставили, я тоже буду своему ребенку все ставить, у нас, слава богу, все хорошо, да, бывают, может быть, хотя вот ни разу у Ани не было никаких реакций на вакцины, в любом случае, я считаю, что все нужно делать правильно, обязательно сдавать кровь перед прививками, кто-то с этим не согласится, ради бога, иногда ребенок может выглядеть здоровым, и так далее, и так далее, но мало ли что, знаете, всякое бывает, даже какой-то там, не знаю, воспалительный, невоспалительный процесс в организме, даже у нас, у взрослых, может проходить бессимптомно, я считаю, что всегда нужно сдавать кровь, мы всегда Ане сдаем кровь перед прививками, я считаю, что это правильно, потому что лучше сдать кровь, несмотря на то, что Аня может поплакать, причем очень сильно из-за этого, но мне так будет спокойнее, она все равно не вспомнит, как она плакала о том, что у нее брали кровь, но зато все будет хорошо, все пройдет хорошо, мы будем сдать ее анализы, и несмотря на то, что у нее всегда, слава богу, все хорошо с анализами, причем мы обычно сдаем Майнчоу, но в этот раз, кстати, не сдали, так лучше не делать, думаю, ничего страшного, сейчас Ане будет голод, и у нас будет большая диспансеризация, УЗИ, УЗИ, вообще все по красоте будем делать, мы взяли кофе, не знаю, хорошо ли, выпить кофе, потом выпить вина, потом снова кофе, надеюсь, все будет окей, у тебя вообще как настроение? Настроение, ну, непонятно, не могу сказать, что вау, не могу сказать, что плохое, ага, ну, где-то такой хорошенький, уверенный средничок, суть в том, что у нас сейчас мама сидит с Аней, и она забыла взять свои ключи от нашего дома, поэтому, хорошо, что мы не уехали, долго ждали кофе, потому что я дала ей свои корючки, напишите, как вам такой цвет помады, мне вот мама сказала, что слишком ярко, она говорит, у меня очень нежный образ, и такие губы, это довольно-таки ярко, и я говорю, а как я так, ну, типа, то, что я к таким губам, она такая, зачем ты так губы накрасила, я говорю, захотелось, Анка, ну, у тебя же такой нежный образ, ну, да, у меня тут какие-то висюльки, это вот, кстати, кофточка Зара, то, что я вам показывала, я не стирала, она грязная, вонючая, из откуда-то привезенных складов, там, может, мыши по ней бегали, вот такая, принимайте меня, такой, какая есть, вообще, я боюсь ее стирать, я думаю, что если я ее постираю, всем этим висюлькам придет просто жопа, поэтому, хотя бы один раз, нужно ее красиво выгулять в свет, типа к таким губам тогда я должна была по-другому одеться, типа ярко, я говорю, на кого бы я была тогда похожа, ну, нет, на самом деле, я уверена, что так норм, но были бы у меня, например, был бы у меня пиджак такого цвета, может, было бы прикольно, но у меня вообще пиджак синего цвета, так что, с Славой продолжаем выяснять отношения по поводу того, чья Танечка круче, у кого что лучше, и не знаю, зачем мы об этом спорим постоянно, не, не то, что мы спорим, просто, когда он садится в мою машину, он сейчас за рулем, потому что я выбила бокал вина, кстати, надо было не пить, тогда бы могла поездить, но хер с ним, не хочу, я лучше буду сидеть, влог снимать, тем более у меня полно дел, так, все, по отелю я ответила, надо все держать в голове, быть супер-пупер продуктивной, активной, и тогда все будет, не кока-кола, наверное, а добрый, все будет хоккей, да, так, одеваемся, снимаем очки, все, мы едем на мероприятие, и нам там нужно быть где-то 8.30, это не совсем то мероприятие, на которое мы такие захотели просто выбраться из дома, оставить ребенка на маму, когда у Анютки явно какой-то не очень, типа, вау-период, она просто немножко нервная, но в целом все хорошо, на самом деле, мама? Кто? Нервная. Нет, Аня, мама, наверное, тоже нервная, как и я, у нас это семейная, к сожалению, да, мне очень комфортно в машине, тут воздух есть, нет душнилых, милые. Один только, да? Только один, в лице моего мужа. Ты че, про муж нельзя так говорить. Ты представляешь, у меня выходил влог, где я рассказывала о том, что был период, когда я, ну, думала, что больше не люблю Виву, потому что она меня так заколебывала, ты помнишь, она всех заколебывала. Так вот, и меня судили за это, представляешь? А ты помнишь, был период, когда тебе даже не хватало моего внимания после родов? Да. И не судите, да не судимы будете. Да, 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 я, кстати, в своем телеграмме очень много на эту тему прокомментировала, так что можете подписаться и просто зайти посмотреть, послушать. Да, что говорить, я, ну, я тебя прекрасно понимаю. Ну, тебя же тоже бесило осуждать нас двоих. Ну, она тоже меня бесила, что поделать? Нет, мы ее любим, мы за ней ухаживаем, мы ее кормим, мы ей внимание уделяем, мы ее не выкинули никуда, не отдали никому, разумеется, и не стали бы отдавать. Но то, что был период, когда она реально нам мозги выносила и бесила жутко, да, кто-то пишет, ну, а что, когда ребенок будет себя как-то вести не так, как вам хочется, вы тоже его, типа, разлюбите? Ну, так можно вообще ко всему докапываться, вот если так судить. Просто был сложный такой период у нас в отношениях с нашей собакой, и это нормально. У вас тоже не всегда бывают идеальные отношения со всеми. Бывает черная полоса, белая полоса, но мы всегда стараемся Виву это любить и заботиться. Да, конечно. Вот это моя академия. Что за академия? Гнесина? Вот этот? бух ты тут памятник какой-то поставил. Круто, круто. Кстати, кому интересно, у Славы вообще-то есть образование. Ты говоришь, что это уже как-то смешно слушается. Почему смешно? У меня вот нет. Ну, есть образование, есть, а что вы? Ну, все равно клево. До меня не докопаться в этом плане, вот и все. до меня можно докопаться. А до тебя можно. Ну, по сути, ну и есть образование, есть, ну и нету, ну и нету, ну как бы, ты же от этого хуже человеком не стала. Может быть, меня образованной стала. Ну, но это не важно на самом деле, потому что есть люди, которые заканчивали 10 высших образований, а сами по себе вообще ни о чем мы. С ними не поговорить, не интересно с ними, наверное. Бывают разные люди. А есть люди, которые ничего не заканчивали, а с ними вообще спокойно, как с родным человеком можно разговаривать. Ну, у меня, да, бывает могут написать то, что, ну, понятно, почему Юля такая, у нее же нет высшего образования. Какая-то кара. У всех у нас есть свои, как бы, слабые, сильные места. Опять же, для кого, какое место слабое, какое сильное. Если для тебя образование, это важно, то да, если вот, ну, не важно, то ты, как бы, не будешь обращать на это внимание. Но еще забавно, ведь, к сожалению, к сожалению, мир такой, можно купить образование. И что? Вот, если представить, я такая, думаю, ну, вот, достали все говорить, что у меня нет образования. Сделаю вид, что учусь, я знаю, есть такие заведения, которые раньше было время, я знаю точно, предлагали каким-то блогерам, медленным людям, типа, учиться а-ля, а они потом получат образование. Вот так. Блин, с реальных слову, что можно получить хоть реально 10 образований, а умным ты не станешь. Мозгов от этого больше не будет. А умным ты не станешь. Но будет вот эта вот бумажка. Да. Есть у меня. Это как если бы на самом деле, я такая, хоп, раскрылась вам, ребята, у меня на самом деле все это время было высшее образование. Просто я хотела, я вас проверяла, да, я вас проверяла. И теперь я знаю, что вы судите о людях по какой-то бумаге. Нет, это, это, это не какая-то бумажка. Сейчас такой момент, потому что, ну, она сделала кирпичей. Это, конечно, не какая-то бумажка. Я считаю, что образование действительно важно. Но это только в том случае, если ты реально учишься, реально грызешь гранит науки, а не просто херней страдаешь, оплачиваешь там, и так далее, и так далее. Да? Вот. Поэтому, да, у меня нет образования. Хотела бы я, чтобы оно у меня было? Да, но не могу найти время. Не, на самом деле, нехорошо, нехорошо. Я за то, чтобы было образование. И нашим детям я буду пропагандировать то, что должно быть образование. Буду говорить, не знаю, что я очень жалею, что у меня нет образования, хотя, честно, нет. Как бы сделать так, чтобы хороший посыл людям? Как бы вот и не наврать. Нет, если мне сказать, выбираю, у тебя есть высшее образование или нет, я выбираю, чтобы оно у меня было. Но при этом, чтобы я жила так же, не хуже. Так что, не знаю, поняли вы мою мысль или нет? Мы мысль. Мы подъезжаем, у меня садится камера какого-то Грена. Я просто не планировала сегодня блог снимать, но подумала, раз уж мы едем тусить, почему бы и нет, так что... Ребята, представляете, у меня села камера, мы уже доехали, мы давно приехали на Патрике, но я сегодня в одной вход, как будто я вернулась в 2000, не знаю какой. Я даже не знаю, что это все, я себя не вижу, видят только окружающие, что я, похоже, психопата. Короче, мы уже на Патрике, но мы припарковались далеко, поэтому мы шли пешком минут 7. Недолго, нормально погулялись, слава богу, нет дождя, но если будет дождь, скоро, то нам жопа, блядь, потому что мы без зонта. Вообще, не тучки на небе, поэтому да. Днем тоже было так. Короче, мы на Патрике, тут вообще взрыв мозга, это наше мероприятие, как бы, в рамках работы. Короче, там прям туса-джуса, мы сейчас пойдем кайфовать, ловить атмосферу. Вон там показ, поняли? Прям на Патриках сейчас. А прикол в том, что все это время я заряжала в машине камеру, с вами не болтала, она не заряжалась. Почему? Непонятно. Короче, там сейчас будет проходить показ, и мы туда как-то сейчас переберемся. А там, на Патриках, где мой любимый ресторанчик Мамы Тута, не знаю что, но тут все перегородили. Видите? Там машина. Там машина. Поэтому мы можем ходить вообще куда хотим. Очень необычно, непривычно вспоминать себя так, чтобы все окружающие видели, что я себя снимаю. Вот прям вот так вот. Короче, сейчас мы зайдем в прям гущу событий, и я вам покажу, что там, как там. вообще в такие моменты, когда я себя снимаю и все видны, что я себя снимаю, я хочу думать о том, что я просто какой-то суперкрутой репортер, и… слубы, нет. Столько фотографов, fashion, machine, fabric, кто-то приехал даже здесь. Me. Сейчас мы посмотрим, что здесь. И где бы нам здесь сфотографироваться в классной Атмосфере. А, вот туда пошли, к этой моде Москва-красота. Сейчас мы туда зайдем. Вот здесь тоже, Конечно, хочется погулять в самой гуще. Пошли сюда, Зай. Все курят. Ну, очень весело. А сейчас, типа, пока можно всем ходить. Мы модели. Мы ходим, побудем. Вот, наверное, будут модели, они, типа, приходят. А сейчас, пока мы ходим, пока разрешено. А, Рыда, все, что 5-15 минут поднется. Да, сейчас 15 минут мы будем официально моделью. Не, наверное, здесь просто закроют. Да, конечно, понятно. Вот, тут сидят люди, смотрят на показ, готовятся. Мы, наверное, здесь с собой, здесь уже не стоим, но посмотреть издалека точно получше. Вот. Тут есть разные блогеры, звезды. Пока из тех, кого знает Слава и я, мы видели Аню Петерич. Вот. Ну, я не видела, правда? Он сказал, она везет просто. Вот здесь нас снимают камеры. Здесь мы уже стали звездами официально. Сейчас мы здесь придемся, чтобы нас все узнали и поедем домой. Ха-ха-ха. Класс. Так, вот вы посмотрите. Видно, как люди ходят? Вот мы так же шли. Круто! Ну вот, мы уже выше туда, где нету показа мод. Это просто улица. Это прикольно, да, здесь так вот погулять? Смотри, там какая-то штука с мыльными пузырями. Я буду туда не проскать. Конечно. Вот это заманнуха. Как раз на тебя сработало. На меня сработало, но я туда не пошла. Да. Вот гуляем. Я вроде научилась снимать влог на айфон. Все равно все видят. Потому что я себя снимаю. Мне это странно. Почему научилась? Ты, наоборот, вспомнила. Потому что раньше только на айфон и снимали так. Да. Но я не снимала на заднюю камеру. Я снимала на переднюю. Чего качество было еще. Я просто помню, что я тоже влоги ранние такие прям старые снимал. Ага, да, да. Не было ни камер, ничего. На телефончик. Прикольно тут, конечно, погулять. Не, она именно думала, что мы приедем пораньше посидим в любимом ресторанчике. Мама тут-то. Правда? Но тут, я думаю, вообще. Классная погодка, дождя нет. Слава богу, потому что вообще такой трэш был. Да вы видели. Красивый Патрик, что могу сказать. Прикольно. И ты красавица. И ты красавица. Спасибо. Такая вот я мать. Не пошла с Саней гулять. Положила ее на балконе. Открыла там окошко. Она уже с кайфом. Час точно спит. Вот. Конечно, прогулки хорошо. Но когда ты работающая мать. Хочешь что-то успеть. То он как бы, да. Я ставлю на рендер видос. У нас влог какой-то из предыдущих. Тот, который до Дивеева вышел у меня. Вот. Он у меня грузится. Я хожу по дому. Что-то прибираю. У нас сегодня были массажи. У Ани был массаж с гимнастикой. Потом у меня. Вот такой вот домик Аня организовала. Я обычно на вот такой штучке в простынке лежу. И на пледике. Хотя у нас есть там для массажа стол массажный. Но он скрипит. И что-то короче мы им не пользуемся. В итоге я просто лежу на Анином коврике. Хэппи Бэби, который потом стелим. Вот я туда закинула. Там, господи, плед на кровать. И сверху его простынку. И вот так вот мы делаем мне массаж. Вот. Пока Аня спит, я прибираюсь. Хожу, как обычно. Вот это вот все надо разобрать, убрать, протереть. Иду, когда трендерится влог. У меня тут довольно такие нечистые. Всякие следы от каких-то стаканов. Короче, такое. То, что прям рука чешется протереть. Короче, поставила стирку. Убиралась на кухне. Загрузила посудомойку. Все протирала. У нас здесь вот такая защита от Ани. Но Ане пофиг. Она просто ее срывает с мясом. И все. Просто все как следует помыла. Губочку поменяла. Не сказать, что у нас прям идеальная чистота, конечно, дома. Но я все равно стараюсь каждый день поддерживать дома уборку. Какую-то чистоту. Я рассказывала вам, что вчера мыла полы. И еще мыла на холодильнике. Потому что там было столько пыли. Сейчас вроде нет. Вот так вот у нас здесь стоит колонка. Чтобы хорошо было видно. Потому что если ее просто поставить... Кстати, я никогда не тестировала, что это все. Это будет. Но, по-моему, ее не очень хорошо видно, если просто поставить. Ну да. Вот типа вообще... А это я еще камеру выше держу. Поэтому я организовала для нее вот такое вот пространство. Да, это, конечно, не вау, но нам нормально. Такая антенна у холодильника. Там у нас всегда лежит стол Анюткин. От стульчика для кормления. Попшикала свои цветочки. Посмотрите, сколько у меня красивых бутончиков. Вообще. Молодец цветочек. Молодец. Его Анютка уже просто всего измотала. Она мне отрывала, знаете, какие большие листы. Вот типа таких прям брала и отрывала. Господи. Все равно выстоял. Молодец. Бесят жутко вот эти дырки от телевизора, который раньше у нас тут висел. Сейчас с ребенком мне не хватает здесь телевизора. Скажу честно. Иногда прям хотелось бы что-нибудь включить. Спокойно, знаете, поужинать, чтобы ребеночек смотрел, что-то кушал. Но я понимаю, что не полезно есть, смотреть мультики детям. Но мне кажется, все равно все дети разные и у всех разные реакции. Вот. Еще мы вчера заказали вот такой вот вентилятор от Borg. Вот. Обычный вентилятор. Поставили его на кухню, потому что здесь у нас вообще нет никакого охлаждения. Мы им пока особо не пользовались. Вчера только приехал, и пока прям такой жары невыносимо не было. Но все равно хорошо, конечно, когда окошко открыто. А еще наконец-то за, блин, 9 или сколько лет мы здесь живем, у нас на окнах появились сетки. Столько лет мучений. Постоянно залетали к нам всякие осы, пчелы, комары. Хорошо, хоть голуби не залетали. Постоянно в сезон пуха тополиного в квартире просто был, ну, трэш. И я не знаю, что мы ждали, что тянули. Одно окно, по-моему, обошлось в 3 с чем-то тысячи, что ли. Мы сделали, получается, 4 в каждую комнату. Ну, короче, знаете, столько мучений, уборок, отлавливания всяких там насекомых. Много лет. Я не знаю, просто вот нам было как-то вот впадлу заморачиваться. И казалось, что, а, ладно, пофиг. Так что можете нас поздравить. На самом деле, сетка – это улет. Реально улет. Здесь у меня теперь косметический мой стол. Это Слава отодрал случайно. Там он вчера супер-пупер мыл и все. Короче, это... Раздолбил нахер. Здесь у меня всякие мои причуды, которыми я крашусь. Вот эта кисточка и вот эта... Я их всегда мою перед нанесением тоналки. Так что они могут быть грязными. То, что они здесь лежат, пылятся, да, я понимаю, они хорошо. Но мне так удобно, мне пофиг. Поэтому у меня без сути. Я стараюсь часто кисти мыть. Так что думаю, ничего страшного с ними не случится. Я потная, немытая домашняя мать Вива. Вива! Я не хочу ничего про себя рассказывать. Потому что я выгляжу как бомжик. Но если вы хотите знать, что вы не одна такая, то вот... Я потная. Такая домашняя. Лосины у меня натянуты так, чтобы бока немножко свисали. Вот такой узырок. Да не, на самом деле... Просто хожу по дому, разбираюсь. Все кладу на свои места. Слежу за ребенком. Планирую выставить влог. Еще Слава забыла почистить пылесос, который мы вчера мыл от стекол. И я переживаю, что там внутри есть стекла. Но мне надо все равно это как-то достать, помыть. Потому что я бы хотела помыть полы. Именно этим нашим моющим пылесосом. Конечно, это удобно. Но не лучше швабры. Пошлите пока в детскую разбираться. Так, возьму телефон. Офиньочек. Блин, даже не верится, что Ане через месяц год. У меня просто шок. А еще вот здесь постоянно пыль. Пыль. Вот на этой херне. Я ее сегодня прям протерла перед приходом Аниного тренера, массажиста. Протерла. Вчера тоже все протирала. Ну, короче, пыль. Вот это просто треш. Это поверхность. Это самое... Я не знаю, что сказать. У нас, кстати, в новой квартире тоже есть такие поверхности. Но на них ничего не будет. И протереть, на самом деле, не так уж и долго. Не трудно. Ну, просто сам факт того, что тебе постоянно приходится это протирать. Не, ну, короче, тут еще пыль налетела. Потому что мы всякое трясли, туда-сюда. Поэтому на балконе у нас опять треш полнейший. Опять грязные окна, потому что были сумасшедшие дожди. Тут все детское сушится. Сейчас уже давно высохло. Надо снять. Я уже другую стирку делаю. Вот. На улице жара. Сетки тут тоже поставили. Самое забавное, что нам здесь осталось жить не так уж долго. А мы только сейчас поставили сетки. Но ничего. Все равно это прям то, что нужно. Потому что сейчас жарко. Вот видите? Ух! Хотел бы залететь, но не может. Вот. Не может он. Ну и конечно видно на этих сетках, что всякое говно к ним прилипает. Типа пуха. Поэтому мне нравится. Стало намного чище в квартире, скажу честно. А еще темные полы это пипец. Потому что на них всегда видно всю грязь. Просто любую маленькую странную соринку, крошинку. И это пипец. Хорошо, что в новой квартире у нас будут светлые полы. Это не значит, что я не буду там мыть полы и убираться. Но просто сам факт того, что каждый, блядь, волосок не будет так видно. Я уверена, что многие мамочки не убираются у своих детей. Я не то, что, типа, хочу сейчас вас осудить. А просто, мне кажется, ты к этому в какой-то момент, возможно, приходишь. Но я не знаю, как это можно убрать. С другой стороны, я бы хотела, чтобы Аня, когда подросла, да, чтобы она сама убирала все. Мне бы хотелось придумать какие-то интерактивы с ней. Чтобы она с детства убирала свои игрушки на местах. Чтобы она сама хотела, чтобы ее игрушки стояли на своих местах. Я помню, мы отвлекалась тоже на какое-то видео, где рассказывали, как с ребенком заниматься, чтобы он сам хотел, чтобы все лежало на его своем местах. Впрочем, я считаю, к порядку нужно приучать с детства. Я как отношусь к людям. Я думаю, что есть люди, которые любят чистоту, неважно, приучали им к чистоте, не приучали. Просто вот любят и что, хотят жить в чистоте, им это нравится, классно. И даже если не любят убираться, они все равно это делают, потому что хотят жить в чистоте. А есть люди, ну то есть, это как сказать, как гены. Вот. Я не могу, я не помню, что меня кто-то прям, знаете, приучал к чистоте. Просто я жила в чистоте. У меня в семье всегда все было дома чисто. И все женщины у меня дома всегда наводили порядок, чистоту. И мне казалось всегда это нормальным, понятным, что дома нужно чистоту наводить. Потому что комфортно и классно жить в порядке. Не помню, чтобы меня кто-то заставлял что-то убирать, знаете. Чтобы меня кто-то там учил духе, объяснял, почему нужно там убирать вот это, вот это. Не, ну может и учили, конечно. Да. Но вот я просто к тому, что для меня это прям супер естественная среда. Что дома должен договорять. Я бы хотелось, чтобы Ане тоже хотелось убираться. Ой, я нахожусь. Ищет мамочку. Мамочку живет. Я проснулась и увидела, что меня нет. Видно. Наверное, уж проснется сейчас. Я просто увидела, что она подняла голову, открыла глаза, искала меня. А в итоге я подхожу, она дальше решила лечь спать. Ну, наверное, уж проснется сейчас. Так что я там говорила вам такого классного. Мне бы хотелось, чтобы Аня, если вдруг, ну я не знаю, возможно ли это, чтобы ей генами не передалось желание, чтобы дома было чисто, ну то есть самой, знаете, все класть на свои места, чтобы все было красивенько. Если вдруг ей это не передалось от меня генами, то я бы хотела, наверное, да, с ней как-то заниматься так, чтобы просто это было как бы для нее, знаете, как привычка или просто даже желание, чтобы все игрушечки были на своих местах. Кстати, хотела бы сказать, я же, Аня, постоянно всякие игрушки покупаю, стараюсь, конечно, ну какие-то развивашечки брать, тоже такие, которые малышу будут интересны в плане развития, да, но бывает я всякую фигню заказываю, то, что вообще никак не для развития, ну, а просто типа игрушки, ну просто типа игрушки, все, у нас их миллиард, поэтому... Может, эта игрушка тоже развивает, да, вот я заказывала. Она, правда, в итоге ей не долбит особенно. Такие у нас даже есть животные. Короче, хочу показать вам и рассказать про Славу, интересный факт о нем. Он каждый раз, когда приезжает в торговый центр помыть машину, еще по каким-то делам, там типа Лерой Мерлен, он всегда заходит в детский мир. И что вы думаете, он там берет? Только одну игрушку. Это типа потому, что я люблю, если зайти, то, ну типа, ну как взять одну игрушку? Хотя я прекрасно понимаю, нахера ей брать еще больше, у нее куча всего, и она вообще в этого все не играет. Но это не знаю, что у меня в голове, зачем это мне надо. Короче, вот показываю игрушки, которые Слава брал Ане из вот последних двух разов. До этого он ей, я не помню, что брал, но что-то брал, типа по одной, короче, игрушке он всегда берет. Вот он приносил вот такой пазл. Ну, конечно, может быть, Аня пока, ну не может сама это сложить, но все равно сидеть с ней, играть, заниматься, знаете, складывать фигурки, ну все равно, да, окей, я сейчас буду. Вот я не знаю, с какого возраста, в какой момент дети там сами собирают пазлы, у кого-то раньше, у кого-то позже. Ну, короче, сам факт того, что Слава всегда берет одну игрушку, и он старается взять именно вот прям такую, которая будет Ане полезна для развития. Я тоже такие беру, но я еще много беру таких, которые, ну, просто игрушки. Еще он взял вот такую. Он с ней сидит, занимается. Вот, и Ане это интересно. У нас есть еще игрушечки, но есть, короче, у нас есть еще такие игры, в которые можно играть только вместе. Я не допускаю этих игр без присмотра, потому что у меня есть всякие переживания, что Аня возьмет, сожрет вот этот мячик, например. Вот здесь у нас такая игрушка, она всегда стоит вот здесь у нас, наверху. Ну, чтобы ее, если ребенок хочет, короче, если взрослый собирается посидеть здесь, поиграть с ребенком, он может взять эту коробку, достать вот этот интересный комплект. И мне кажется, это очень-очень классная такая игрушечка. Типа, смысл в том, чтобы здесь были вот эти все шарики. Ну, это все можно достать. И ребеночек, ну, я думаю, вы и так понимаете, как вот играть, должен взять, можно даже ручкой хотя бы, и по цветам раскладывать. Мне кажется, это прям супер-пупер классная игрушка. Она очень простая, но, мне кажется, интересная, и хотелось бы, конечно, побольше таких классных игрушек, и чтобы Ане они тоже были интересны. Куда деваться? Всякие вот такие тоже Ане очень нравятся. Пианино. Эта игрушка она вообще не поняла. Это нам подарили бренд Чика. Кика. Эту она пока не поняла. Это набор инструментов всяких. Гаечных ключей, болтов. Вот, ну ничего, придет время, она поймет. Эту я тоже брала. Это как бы курица, Аня любит эту курицу, и здесь как бы тоже есть смысл. Но она пока не играет в это так, как хотелось. Она просто разбрасывает эти яйца. Но понятно, что она сама не может в это научиться играть. То есть с ней нужно сидеть и играть в эти игры, чтобы она понимала, как это вообще работает. Так что тоже момент такой интересный. Это тоже классная игра. Аня тут понимает, как в это играть. Что тут нужно засунуть в дырку шарик. Но она как-то я видела, я этот шарик себе в рот засунула. Я даже это в телекам выставляла. Трэш. Такие игрушечки я прячу в ящички, чтобы она сама их не могла достать. В основном вообще как? Она эти ящики сама достать не может. Это плюс. С одной стороны, когда-то она, конечно, учится. Но плюс в том, что я могу туда что-то скрыть, убрать. И пока я сама не достану ей ящик, она это не достанет. Я плюс-минус буду спокойна какое-то время. Я люблю наводить порядок в детских игрушках. Думаю о том, что вдруг, может быть, Аня замечает то, что у нее здесь порядок. В какой-то момент, может быть, она вырастет, когда она подумает, я люблю порядок. Мне нравится, когда все лежит на своих местах. Вот она поигралась, тут все разбросала, например. Потом она пришла и снова все чисто. С одной стороны, может быть, это наоборот хуже. Но она же все равно сейчас не научится убираться, да? Что я ей сейчас скажу? Она не будет убираться. О, сюда можно кучу игрушек купить. Она же все равно сейчас сама не будет убирать. Вот эту игрушку она очень любит. Любит открывать, пытаться достать это молоко. Вот эту не очень любит. Она что-то тут тыкала-пыкала, но не особо ей зашло. Такие книжечки, она пока тоже не особо ими проникается. Она как бы прикольная, она может ее открыть, понажимать кнопочки, но пока не заходит ей вот так вот, прям, чтобы класс. Тут из клева можно открыть каждую страничку и типа скажет... Детен шалошеви называют жеребенком. Детен шавцы называется ягненком. Пока-пока. Короче, такая поучительная книжка, которая пока Аня вообще не заходит. Здесь еще у нас вот такая байда. Но Аня вообще на наберк не зашла. Вот таких она тоже очень любит, любила. Когда-нибудь, наверное, я забью и не буду особо париться, убирать все эти игрушки. Но мне нравится наводить порядки. Не знаю, из чего вы сказали. Что еще сюда можно положить? Панель этого хватит. Короче, класс. Мне нравится. Короче, щитинка. Аня спит, это тоже мне очень нравится. Единственное, что, наверное, я много чего уже не успею сделать, сейчас она проснется. Надо бы ребенку супчик приготовить. Честно, в пану. Мне в пану себе это готовить. Мы вообще не особо прям классно питаемся, если честно. Всякие вот эти доставки из рейстиков, это, конечно, интересно, но не так вкусно, как то, что сам может приготовить. Хотим сейчас активно, чтобы с Аней занимались массажем, вот эта вся вежуха. Потому что скоро мы улетим. Вот. Мы еще не взяли билеты, правда. Я это каждый день говорю, потому что мне хочется скорее уже все взять, решить. Нас пригласили два отеля в Турцию. Один, в котором мы уже были, который мы очень любим, это Лебейман Авгат парк. Мы там со Славой на медовый месяц были. Мы прям уважаем этот отель, наш вообще любимый. Не знаю, блин, с одной стороны, почему мы всегда в один и тот же отель ездим. Но нам там реально нравится. Нам прям классно. Привет. Мой миленький. Привет. Мама пришла. Мой миленький. 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 Получается! О, ребята, мне кажется, вы даже через экран можете почувствовать, насколько я потная, на улице жара, на мне горячий ребенок, горячий просто потому, что два тела, тебя плохо друг в другу, прикоснулись и стало жарко. Ну, собственно говоря, я не сижу на детях, только что пригласили на мероприятие крутое, я как-то была уже на такой тусовочке от журнала, очень люблю, вот, и я уже придумала, что пойду, еще Славе даже не сказала, нас позвали, уже маме написала, сможет ли она приехать посидеть с Аней в Москву. У меня есть классное платье, шикарное, блестящее, вечернее, там дресс-код, типа, белое и золотое, вот, а у меня платье, оно такое, знаете, как будто бы диско-шар. Ну, кстати, у меня есть такое черное, есть еще такое серебряное, ну, типа, белое, и я думаю, просто Славе белый костюм надо взять, а у меня будет такое платье, мы будем просто бамбезными. Мероприятие, это от журнала, там будет выступать Джонни, написали, но я туда хочу не потому, что там Джонни будет выступать, я вообще музыку особо не слушаю, кроме детской, просто хочется на мероприятие, где нужно нарядиться. Блин, у меня спина вся мокрая, вот, хочу еще, чтобы мне сделали прическу, макияж, прям, хочу быть красоткой, поэтому надо продумать. Надеюсь, что Слава может в этот день и скажет, да, пошли, но мне бы хотелось, я люблю такие выходы, раньше я такое терпение не могла, вообще, жизнь так изменилась, а теперь мне наоборот нравится, я часто соглашаюсь на мероприятия, мне хочется нарядиться, знаете, даже готова специально поехать купить наряд под мероприятие одно, ну, то есть, раньше у меня такого не было. Сейчас мне прямо хочется, не знаю, что изменилось, знаю только, что я очень потная, пока я с вами болтала, мне уже согласовали интеграцию, так что, возможно, в этом блоге была интеграция, вот, если да, то класс. Они сегодня такие милые, кусай от меня, кусай от меня, не кусай от меня, я твоя макочка. Ай, больно, ай, 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 ты что, зубастая, акула? Я помыла во всем доме, кроме ванны и туалета, полы, даже не просто их помыла, а паром отфигачила, мы с Аней сейчас ходили мыли, вы спросите, почему я держу Аню на руках, вместо того, чтобы просто поставить и спокойно ходить убираться, потому что она ползет за мной, а полы мокрые, в итоге вся мокрая, а сидеть в одной комнате она сейчас не хотела, но, Аня, тебе придется, потому что маме надо сказать, душ. Я не хочу ждать, когда Слава вернется, чтобы помыться, я хочу нормально помыться, уже высунуть, и даже, может, пойти гулять. Больше. Ай, как я люблю кукольку. Вау, такая внечипотная к тебе приклеилась. Господи, наслаждение. Короче, повесила только что Анины вещички, я загрузила в стирку детские ее подушечки в виде облачка, которые по две штуки только их могу засунуть. Аня смотрит, у меня тут мультики. Да. Я включила мультики сегодня, вот, по сути, первый раз. Я помыла голову, убежала в душ, и мне кажется, я мылась три минуты. Я про себя считала, в голове, короче, считала, сколько я в душе, потому что я оставила Аню просто даже без мультиков, там у нее музыка играла. Это все бы погладить по-хорошему, но я на это не хочу третить время. Вообще, я редко глажу, если честно. Вообще, не помню, куда гладила в последний раз. Потому что у меня на это нет ни времени, ни желания, и у нас есть девушка, которая приходит играть. Если вы меня спросите, типа, лень мне, мне не лень. Я бы, на самом деле, даже постояла бы, погладила, включила бы себе какой-нибудь ролик на ютубчике, например. Не могу себе позволить. Все, что у меня хватает в плане того, что все равно надо сделать мне, это разложить все в шкаф. Ну, вот это не вижу смысла гладить. Но футболки Аня у меня часто в неглаженном ходит. Просто у Ани каждый день меняются футболки помного. Я могу одну футболку несколько раз носить, она у меня не испачкается, и она будет как выглаженная. Я даже свои вещи-то не глажу. Но, да, вы такие, типа, охереть. Типа, мы так и думали. Если бы у меня задача была только ухаживать за домом, за ребенком, вообще не работать, не париться о контенте, о каких-то других моментах, то, наверное, да, наверное, я бы и гладила, потому что я думаю, что у меня было бы на это больше времени. С другой стороны, это все равно херня. Вот что, погладить долго, что ли? Вот даже в футболке, на самом деле детские вещи вообще недолго гладить. Но я не вижу в этом смысла, потому что, опять же, я сказала, к нам раз в неделю приходит девушка. Вот, все это как бы, ну, я обычно ей оставляю на глашку. Зачем я складываю, неважно, не знаю. Снять-то мне надо было куда-то. У меня, кстати, внизу в шкафчике, в комоде, был пустой один ящик, и я туда обычно складывала как раз-таки то, что он нужно будет погладить. Ну, вот, наверное, буду просто доставать, и все. Не знаю, я говорила, нет, я хочу, чтобы у нас вообще раз в два-три в неделю убирались. Это было бы супер, конечно. Изменилась моя жизнь после рождения Ани? Да, но, знаете, даже она изменилась не только потому, что Аня родилась, а потому что у меня как будто бы стало больше каких-то дел, которых раньше у меня не было. И мне это очень нравится. На самом деле я очень рада, что я иногда устаю и прямо чувствую себя такой замученной. Мне это нравится, потому что я чувствую, что я что-то делаю. Я чувствую, что не то, что жизнь не проходит мимо, она и до этого не проходила, но просто раньше. Вот я сегодня задумалась о том, что... Я не помню, когда я в последний раз делала котлеты, ну, у меня она закончилась котлеты во морозилке давно. У меня все нет времени, потому что каждый день что-то, где-то, потом какие-то делишки, грубо говоря, либо Слава уезжает, либо я, и мы все никак не доедем до рынка. Потому что, знаете, как я переживаю, сейчас мы купим там, не знаю, 5 килограмм филе куриного, а потом у меня не будет времени его взять и, ну, там, сделать котлеты. А мне же нужно быстренько его обработать, ну, в течение двух дней хотя бы, вот как купили, два дня. Грубо говоря, мне же надо всю курицу помыть, отрезать там вот эти вот, как они называются, белые штучки такие, которые не хотелось бы в котлетах оставлять. Ну, ничего не будет, конечно, страшного, но просто, чтобы все было так классно. Не так уж и много времени этим котлетам. Поэтому нужно быстро, хоп-хоп, все, готово. Похочу налепить котлет, но все никак не могу найти на это время. Блин, у нас в шкафу тоже такой не очень прям порядок. Нет времени, реально нет времени. И хоть в степени желания нет, но я ненавижу это. Я только хочу чистоту. Меня, знаете, я еще вчера лежала ночью, меня так бесит, что у нас ремонт так затянулся в квартире. Прям пипец бесит. Я даже не знаю, уже я начинаю реально злиться. Но для меня самое главное, чтобы было качественно. Просто это уже реально как-то вообще не круто, нахера. Потому что так все затянулось. Меня бесит то, что у нас, по сути, вот уже в руках новая квартира с новыми, не знаю, шкафчиками совсем. Мне так хочется уже там все красиво разложить. И поэтому меня бесит. И мне неохота уже здесь, знаете, какие-то генеральные уборки именно внутри шкафов делать. И я из-за этого, короче, ну, блю. Так, а это же у меня все получается стиранное. У меня вот здесь куча вещей. Они ведь стираны, да? Они стираны и поглаживаются, да. Какие красивые. Это 86 размер. Зря я, конечно, вот такие вещи Аня заказываю. Ну, комбезики, потому что нам в них вообще уже все. Но это 86, это 12-18 месяцев. То есть, грубо говоря, осень. Это как бы как пижама супер. Тем более, что ребенок сейчас у нас ночью спит. Она у меня внизу лежит. Так, а это что? Вот это я искала. Тут красивые ботики. Можно оставить. Все такое милое, такое красивое. О, футболочка. Сейчас Аня у нас всегда в футболках. И какой-то низ. Типа штанишки или шортики. Тут у меня вроде как все в калачиками классно завернуто. Но мне уже не нравится такое хранение. Потому что ее вещи, они уже становятся другого типа, другого характера. И им уже хочется как будто бы на полку их положить. Какой чумля. Хочется уже, чтобы реально эти вещи можно было на полочке положить. Потому что тут в основном много бывает. Например, маечек. Но это песочник тоже для сна супер-пупер. Но сейчас такая жара. Что у нас Аня вообще спит просто в футболке и в трусиках. Это просто наряд. Что-то боди нарядный какой. Его я внизу пока оставлю. Так, тоже боди. Какое же чудо. Какая прелесть. Это вообще пижамка. О, кто-то полдет. Твои вещи показываю красивые. Помогатель. 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 Ой, мама миа. Ой, мама миа. Мы как будто какая-то испанская семья. Или где-то грают. Я должна говорить. Вай ми. Что делаешь? Вай ми. Ань, там какая-то классная песня началась. А тут бардаке устраиваешь. Это же наша любимая. Ручкой вот так делать. Перепутали машинки в гараже. Иди давай. Теревчонки в машинке тоже расставим. Вот так. Мне не спучно. Дома. У меня есть помогатель. Как будто бы мне стало легче сейчас. с тем, что она... Я ей больше доверять стала. Я вот поняла, что нужно делать так, как подсказывает вам ваше сердечко. Ань, это я к чему? Что раньше у нас стоял забор, и я вообще не могла его так вот спокойно оставить вне забора. Сейчас могу. Все равно переживаю. Но больше доверия стало, и мне стало спокойнее ее так оставлять. Хотя я больше переживаю из-за того, что она часто встает, куда-то лезет. У меня страх, конечно, что она упадет. Вот она у меня один раз упала. Она просто стояла, держалась за кровать. Ну, на полу стояла, держалась за кровать. И назад, короче, полетела. Ударилась головой и плакала. Мне было волнительно, очень страшно. Я еще одна дома была. Ну, все нормально, слава богу. Короче, я прям переживала. Еще в интернете всякого начиталась. Она часто в носках у меня, потому что у нее потеют ножки. Если она без носков, то есть прямо остаются мокрые следы на полу. Я просто видела, кто-то спрашивал, почему Аня в носках. Прямо то, что она как бы постарше, уже такая взросленькая. Я действительно больше стала доверять. В плане, больше давать свободы вот такой вот. Ну, это и волнительно, конечно. Я понимаю, что все дети падают. Все это понятно. Но, знаете, бережен его бог бережет. Все равно, знаете, ребенок может по-разному упасть. Это может быть просто упал, поплакал там, царапка, не знаю, синячок маленький, ерунда. А может, не дай бог, страшно удариться, упасть. Поэтому я уверена, что многие мамочки все-таки меня понимают. Я еще, блин, на этих рилсов насмотрюсь. Ну, типа, знаете, что-то безобидное произошло. Ребенок, ну, вроде не страшно, там, ударился, упал. А в итоге потом в больнице лежит, там, не дай бог, в реанимации, потому что что-то там. Ну, короче, что я вам рассказываю? Вы же понимаете, что в жизни всякое бывает. Тут прям разобраться. Тут есть то, что ей мало, уже надо вообще убрать. Причем много такого. А еще, представляете, я наказала ей вот такие ботинки. Это какой вообще размер? 18-19. Я заказала такие ботинки. Думала, что она у меня будет в них ходить вот сейчас весной. Ну, после зимы, короче. Ну, как сказать, ходить. Все, она их, во-первых, уже переросла. Во-вторых, куда? Она их ни разу не надела. Не надела. Не надела. Поэтому я не знаю. Они вообще новые. Ставлю для второго ребенка, наверное. Либо продам. Сейчас пока не буду. Так. Тыс. Иди. Иди. Все, футболку поднимаешь. Жарко животику? Жарко? Я хочу, чтобы башка моя высохла, и мы пойдем на улицу. Сколько лет? У меня бы голову подсушить. Она целая, не мокрая, просто влажная. Аня уже спать надо. Сейчас 8. Вообще, раньше мы ее клали раньше. Но она сейчас у меня позже уснула. С одной стороны, как будто бы и нет смысла класть. Но она, когда вечерний сон не поспит, она бывает такая. Ну, очень-то довольная. Хочется выйти на улицу, но я уже сомневаюсь. Несчестно. Почему сомневаюсь? Потому что я бы хотела быть с ней на улицу еще для того, чтобы она походила, поиграла, погуляла. Если так делать, то это надо было раньше выходить. Хотя она может сейчас не усмех вообще нифига. В общем, я вот просто сегодня занималась домашними зимами. Такой вот мелбок получился. Вообще, мне все башматы уже малы. Поэтому надо что-то покупать. Зато теперь у Ани 20-й размер ноги обуви. А, по-моему, с 20-го как раз в детском мире продают. Но я знаю, есть намного лучше магазины с обувью для деток. Поэтому надо доказать. Срочно причем. Все. Люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Я с вами прощаюсь. Ждите следующие влоги. У нас предстоят сборы в Турцию. Надо вообще узнать, где у нас чемодан. Возможно, даже съездить на дачу. У нас там такое, где ремонт идет вообще взрыв мозга. Очень интересно. Хочу вживую увидеть своими глазами, что там происходит. Слава мне присылала видео, но я вам не буду сейчас это показывать. Оставлю это на потом. А вообще, если хотите посмотреть какие-то интересности, можете перейти ко мне в Телеграм и там посмотреть. Я там показываю кое-что с ремонта на даче. Показываю, как там сейчас стало. Там вообще очень по-другому. В общем, ладно. Спасибо, что смотрели. Всех любят, целую, обнимаю. Я пошла что-то делать, думать. Не знаю, гулять, не гулять. В общем, сейчас решу. Всем пока.